Динамо Рига Играет Динамо Рига И Рик Волмсли Итак, первый момент начался, вбрасывание произведено Но Терри Криск был тогда тренером команды Calgary Flames И он пытался утвердить себя И у него была долгая карьера тренерская Хорошая, славная Но Рижане были тогда усилены московскими динамовцами И они хорошо себя показали в этой серии Но и справедливости ради отметим, что не только московскими динамовцами Но еще и двумя хоккеистами химика Александр Смирнов и Сергей Селянин Вообще нам будет тяжело со всем этом сегодня работать Потому что вот такой подарок от Рижан Красные номера на синем фоне Практически невозможно, конечно, их опознать Но уж будем стараться Что есть, то есть Вот сейчас одиннадцатый номер Это Олег Знарок Давайте представим, может быть, состав А потом поговорим, как вообще Рижская Динамо оказывалась в этой серии Итак, в воротах, как вы уже видели Артур Ирбе Защитники номер третий Дмитрий Фролов Шестой Александр Керчь Это не защитник, это нападающий Затем Сергей Чудинов номер семь Александр Смирнов, химик номер восемь Александр Белявский девять Владимир Дурдин десять Олег Знарок одиннадцать Николай Варянов двенадцатый Сергей Скосарев четырнадцатый Илмар Томанис шестнадцатый Айнар Схехтс восемнадцатый Харри Виталинч двадцатый Игорь Акулинин двадцать два Владимир Шашов номер двадцать три Анатолий Семенов номер тридцать один Московская Динамо Сергей Селянин номер тридцать четыре Химик Воскресенск И Сергей Яшин Не путать с Алексеем Яшиным Динамо Москва номер тридцать пять И вот у нас уже состоялось первое удаление В составе В составе Калгари Ну а судей мы не представили Это Боб Майерс главный арбитр А Гэри Робертс Это игрок Калгари Который сейчас отправился на скамейку ударенных Вот смотрим за какое нарушение Называется удар локтем На самом деле это очень Удар рукой В лицо Боб Майерс конечно абсолютно прав Когда выписал двухминутный штраф Вот тренер Динамо Рига был в тот момент Владимир Юрзинов Может быть это и будет ключом Почему Динамо Рига оказалась в этой серии Ну опять таки конечно я тут соглашусь Но есть и формальный признак По которому Динамо здесь пребывает Напомним тем кто этого Тем кто об этом забыл И скажем тем кто об этом не знает Что в 88 году состоялось чудо В отечественном хоккее А чудом тогда называли Когда медали получала какая-нибудь немосковская команда Так вот в 88 году Динамо Рига Это серебряный призер чемпионата Советского Союза Причем еще почему я это называю чудом Потому что система розыгрыша первенства В 88 году была такая Сначала 14 клубов Двухкруговой турнир Отваливаются 4 худших И вот в этом двухкруговом турнире Динамо Рига занял 10 место То есть вот как сейчас у нас говорят Вскочил на поезд в последний момент Потом еще один двухкруговой турнир Уже из 10 команд И там вот у Рижан сложилось гораздо лучше Третье место А дальше начался плей-офф Я вот не помню первый ли это был опыт В Советском Союзе или нет Но вот в плей-офф ЦСКА с огромным трудом Обыграл Крылья Советов Все три матча закончились в ничью И каждый раз были булиты И вот ЦСКА два раза бил булиты лучше чем Крылья А Динамо Рига обыграла Динамо Москва 2-0, 3-5 и 4-2 И вот в финале только уступили ЦСКА Поэтому у Рижан в принципе было законное основание поехать в Канаду Как у серебряных призеров чемпионата Советского Союза И вот надо сказать, что вы видели неделю назад Последний матч ЦСКА в этой суперсерии А для Рижан эта игра была первой И играют они не больше не меньше Как с лидером регулярного чемпионата национальной хоккейной линии С той командой, которую вы, друзья, наверное, помните Мы вам показывали Через три месяца Ну, давайте не через три Январь, февраль, март, апрель Через четыре месяца Калгари Флеймс выиграет Кубок Стэнли То есть это лучшая команда этого сезона И сейчас она играет в составе Который практически полностью повторяет тот состав Который выйдет на лед в матче против Монреа Надо дать должное Динамо Рига Команда тактически грамотная Усиление, которое она получила Оказалось правильным абсолютно Все-таки Юрзинов знал, что делал И хорошо выбирал игроков И выбирал тактику для своей команды Чтобы она могла справиться с поставленными задачами Теперь, что касается Калгари Они уже были не новички против советских хоккеистов Поэтому они знали, как играть И знали, чего ожидать В этом плане Просто интересный матч двух соперников Почему наши команды ездили в декабре-январе? Ну, ларчик-то открывается очень просто Дело в том, что тогда был Советский Союз Еще не было популярно праздновать Рождество Но на самом деле елки детские были И были детские каникулы И для того, чтобы можно было провести эти самые елки С охватом большинства Под это отдавались дворцы спорта Поэтому хоккей замирал А во дворцах спорта были елки Вот, и это было решение, так сказать, на правительственном уровне И поэтому оспаривать его никто не мог Вот, и наши команды В силу вот этого вот вынужденного перерыва Чтобы тогда и не было принято ездить в Дубай Или еще куда-нибудь в Эмираты греться на пляжах Наши команды отправлялись на заработки Потому что будем серьезными Матчи, сыгранные против клубов НХЛ Были, в общем, неплохим подспорьем для бюджетов игроков Зарплаты тогда не были миллионными или там многотысячными Нужно было думать о нормальной жизни Ну, а сейчас вы просто видите, что идет такая позиционная игра Вратарей, в общем-то, не беспокоят Хотя мне нравится, как играли рижане Они играли во многом на технику Вот была неплохая ситуация Уже заставили вратаря, так сказать, немножко пошевелиться Я посмотрел на дату, 27 декабря То есть, если для наших Новый год еще впереди То для канадцев и американцев как раз праздник был позавчера Так что им тяжело, наверное, на Львусь Нет, абсолютно не тяжело Я знаю, что токкеисты относятся к всем праздникам абсолютно одинаково Им что Новый год, что Рождество Это обычный нормальный день Да, им приятно, конечно, встретиться с семьей Но вот судья сейчас выписывает штраф Голов нет за задержку рукой Окулинин, конечно же, да Да, но написали Окулинин А кто писал-то? Ну, я думаю, что форму заказывали тогда в Северной Америке Может быть, СЦМ Или они просто у нас играли с русскими фамилиями Ну и наклеивалась такая вот на спине лента С фамилией, которую делали в Северной Америке А там могли опечатку Вы знаете, я думаю, что вы правы И лишний аргумент в пользу того, что свитера готовили в Северной Америке Или хотя бы подписывали Потому что, да, вот как раз сейчас Титр-то правильный На спине у Яшина и Семенова Смирнова и Селянина Фамилии нет То есть вот это вот усиление, которое пригласили в последний момент Видимо, не успели дозаказать Поэтому вот еще вот с этими номерами будет гораздо тяжелее Поэтому еще раз напомню Сергей Яшин 35-й и Алинатолий Семенов 31-й Ну а сейчас давайте посмотрим Вот Элма Кинис Знаменитый защитник Каудери Который не только чемпион Олимпиады Уже 2002-го года Но и обладатель Консмайт Трофи През самого ценного игрока Плей-офф вот этого сезона Сезона 89 Это здесь много-много звезд Если вот у Баффало Неделю назад мы насчитали троих То здесь Куда ни ткни везде звезда Ну давайте начнем С самого колоритного Ленни Макдональд Он играл под девятым номером Капитан команды Мы его видим А вот Вы видите достаточно молодой Владимир Юрзинов Правда он уже не такой молодой Как в серии 1974-го года Когда он начинал В качестве помощника Бориса Павловича Кулагина И партнера Константин Борис Чулонсу Но доктор команды Он и по сей день Работает со сборной Латвии На точке вбрасывания Был Джон Нуиндайк Еще один Весьма и весьма Звездный хоккеист Вот этого золотого состава Каундери Никогда более Эта команда не добивалась Таких успехов Вот такого уровня Команду Больше не удавалось Создать Как это удалось В 88-м году Терри Криску И внимание Нет защитники На чеку Хайба тут же выбрасывается Я бы хотел обратить внимание Еще на одного игрока В Калгари Это 12-й номер Это знаменитый Хокон Луб Великий шведский хоккеист Он был чемпионом мира Он был олимпийским чемпионом И он был обладателем Кубка Стэнли То есть вот этот вот Полный бант наград Можно сказать Полный георгиевский Кавалер мирового хоккея Но кстати говоря Таких хоккеистов Отнюдь немало Фетисов Лорионов Гусаров То есть Многие хоккеисты Сумели все-таки Покорить Вот эти Скажем так Три вершины Мирового хоккея Но иногда бывает Что Кому-то не удается Стать чемпионом В своей стране Вот три вершины взяты А в своей стране Не был чемпионом По-моему Это был Яромир Ягор Вот он Не был чемпионом Ни Чехословакии Ни Чехии И кстати Хокон Луу тоже успел Один единственный раз Стать чемпионом Швеции В 81-м году Так что у него Это действительно Набор расширен Да вот вы видели Сейчас Терри Крис Выиграли Пока Вот написано Матч Против советских клубов Можем даже сказать Когда Вот впервые Калгари играл В серии Да вот У московского Динамо В 85-м году Выиграл Калгари Со счетом 4-3 И Сейчас найдем Что еще Ну Давайте чуть попозже Да Пока прошло 10 минут Первого периода Счет 0-0 Но попытка Потревожить Ирбек Оказалась Такой не очень Качественной А я нашел В 82-м году Калгари победил Сборную клубов Советского Союза Вот два результата Вполне успешно Я вам могу сказать Как это произошло В 82-м году Наша команда Прилетела на этот матч И буквально С самолета Должна была играть То есть В общем Игроки плохо Все представляли Потому что полет Длился человеку 24 часа Но Может поменьше Пока долетели до Торонто Пока там пересадки были В общем Это было достаточно Утомительно Но тем не менее Записали себе В актив И слава богу Но сейчас идет Такая нормальная игра При этом Не получается У команды Хозяев Нет Это длинный Пас Через две линии Одиннадцатый был Колин Паттерсон А вот девятнадцатый Еще один человек Которого можно упомянуть Это Марк Хантер Силовой форвард А семнадцатый Если он покажется Так это будет Ирже Хардина Да Тоже кстати Хардина По-моему Был чемпионом мира Я не помню Вот олимпийский В 85-м году Нет Олимпийским он не был Да Они вообще Чешская команда Стала олимпийским чемпионом Только Впервые в истории В 98-м году До этого Как бы Монополия На золотые олимпийские медали Была у канадцев У сборной СССР Однажды Сборная Великобритания В 36-м году Стала олимпийским чемпионом Так она была составлена Из канадцев Потому что Канада была доминионом Призвали в армию Кучу канадских хоккеистов Служили они В Великобритании И поехали на Олимпиаду И взяли И выиграли Олимпийское золото Так вот Вошла в историю Сборная Великобритания Но тут сейчас Хорошо побеспокоили Паттерсона Но он тоже Все-таки Не последний вратарь Но мы еще заметим Что здесь пока Произошло удаление Удаление Макоуна И сейчас Рижская Динамо Играет В большинстве А вот там Майк Вернон сидит На лавочке Вот номер один Безусловно В воротах Калгари Но вот здесь Доверили Защищать ворота Его дублера В этой игре Ну дело в том Что тогда было принято Что матчи Да Интересные Увлекательные Собирают много зрителей Все это очень мило Все это хорошо Это хороший доход Для команды Для клуба Вот Но Такого большого Спортивного Результат Не имел Значения Просто они сейчас Хорошо играют Вот вы видели 31 номер Это Анатолий Семенов Анатолий Семенов На точку выбрасывания То о чем я говорил Вот вся эта пятерка Играет без фамилий Потому что вот она Привозная В Ригу И видимо заказывали В последний момент Светера Но она выделяется На льду Не только тем Что там нет фамилий Действительно Вот это вот усиление Усиление по-настоящему Мы видим Насколько им доверяет Юрзинов Вот этот вот Ключевой момент Когда команда В большинстве Именно они Как раз и на льду Но сейчас шайба Уже вышла Из зоны И конечно Сейчас будет Остан А что касается Спортивного результата Это ведь я не припоминаю Год сейчас В какую-то из суперсерий Очки набранные клубами НХЛ Зачислялись в зачет Чемпионата национальных Хоккея Да Был такой Тогда много наших клубов Поехало И в общем Играли Но потом они От этой идеи Собирая статистику К этому репортажу Был просто потрясен Тем количеством Вот этих вот Суперсерий Которые пришлось На эти последние годы Существования Советского Союза То есть если раньше Это было уникальное событие 75-й, 76-й, 82-й, 83-й То вот в 88-м, 89-м И в 90-м году особенно Более 20 матчей 4 клуба По 7 матчей Огромное количество Игр И тогда уже конечно Несколько девальвировалась Ценность Поэтому видимо И придумывали Такие вот очки нет? Ничего подобного Ценность Не девальвировалась Придумывали Всякие вещи Потому что Тогда Во главе НХЛПА Был Элн Иглсон Человек Который Обладал энергией И Предприимчивостью И он Все это сделал Он создал Настоящий Международный хоккей Между НХЛ И Старым светом Опасная ситуация Была возле Город Ирби Но она Разрешилась Благополучно Вот А потом Пришел Во главу НХЛПА Боб Гуденов Которому Это уже было Не нужно Он Американец И у него Так сказать Был совсем Другой подход Ну сейчас Вне игры На синей линии Кто-то Из Рижан Заехал Акулинин Акулинин Да Вот Но и сейчас Ситуация Такова Что Якобы Вот все Лучшие Русские игроки Играют В НХЛ И вот Поэтому Уже нет смысла Проводить И нет интереса На самом деле Сейчас В НХЛ Клубов Таких Ярких Уже нет В общем Тоже подразмытая лига Столько клубов У них не хватает Хоккеистов В общем-то Поэтому они берут уже Из Европы И середняков Порой Вот И не все Европейцы Раскрываются И дальше Они ими заполняют И эти самые Младшие лиги Как их называют Но это Их проблемы Вот А дальше Начинается Традиционная Высокомерие НХЛ Вот Мы супер Но это вот Не надо было делать Нашему хоккеисту Это был кто? Это Айнер Хехт Да После свистка Бросать в куст Не надо Ну Подъехали В общем Ему так Немножко Пытались С помощью Мягко говоря Жестов Объяснить Правила Хорошего Тона Но Это уже вопрос Второй Ну вот удаление Второе удаление В составе Рижан Пока Они весьма И весьма Успешно Сопротивляются Против лучшей Команды Национальной Хоккейной Лиги Ведь Так вот Взглядом Из будущего Окинув этот состав Рижан И отдавая Должное Серебряным призерам Чемпионата СССР 88-го года Все-таки Отметим Что Скажем В Национальной Хоккейной Лиге Потом из них Заиграли Считанные Единицы Это прежде Всего Ирбе Виталенч И пожалуй Семенов По-моему Все Так вот Взял Положил Соперника Просто рукой Задержкой Такой И потом Еще и бросать Поворот Такие вещи Не делают Соперником Кажется Был МакКриман Этот человек Не прощает Таких вещей Так что Теперь я Посоветовал Хехцу Быть поосторожнее Когда он Появится На льду Они Посторожнее Повнимательнее Потому что Могут врезать И припомнить Так Сейчас Опять Шайба Вылетела В публику Вновь Резинов На экране В прошлый раз Нам титром Напомнили Что С 75 Года Он Ассистент Главного Тренера Сборной Команды Советского Союза То есть К этому Моменту Уже 14 Лет К К Какие тогда были карьеры Сейчас трудно себе представить Что кто-нибудь 14 лет Чем-нибудь руководил Ну вообще Я бы Поспорил Что Хорошо это Или плохо Подождите А Тихонов Сколько лет Руководил ЦСКА Вот И больше того Юрзинов Это Как ни парадоксально Самый Титулованный Тренер В Российском Хоккее Больше чем Он Никто Ничего не Выигрывал Потому что Тихонов Хотя и был Главным Тренером Но Юрзинов Имел Больше стаж Работал В сборах И Большее количество Олимпийских игр У него За плечами Он Был на Олимпиаде 76-го года Когда наши Стали Олимпийскими Чемпионами Ну вот И если Посчитать Титулы То Окажется Что Больше всего Их У Владимира Юрзинова Ну а Раз уж Мы вспомнили Тихонова То нельзя Не сказать Что по существу Вот эту вот Команду Рижская Динамо Это Как значимый Клуб Создан именно Тихонов Да Он Приехал В Ригу Из Москвы Из Московского Динамо Ну там была Ситуация такая Ему нужна была Самостоятельная Работа Уже А с другой стороны Аркадий Иванович Тетнышов почувствовал Что помощничек Начинает Его как бы Подпирать Ну и покусывать И уже Свои методы Тренировок И он Его взял И отправил В Ригу Приехал Тихонов В Ригу Мы почему Рассказываем Так отвлекаемся Потому что Никаких таких Событий Решительных На льду Не происходит Вот приехал Тихонов В Ригу А команда Играла По-моему В третьей лиге Или в третьем Дивизионе Она вот вернулась Как раз в 73-й год Только-только Вот Прошу прощения Что я вас перебил Мы обязательно продолжим Что там такое Случилось сейчас Просто столкновение Грубое Это Яшин Яшин Субили Ну это был Вот как раз Тот человек Который потом-то В составе Калгари Не появится Я имею в виду Не после этого момента А в кубке Стэнли Перри Березан Да Я такого уже И не помню Да Так вот Вернемся К Тихонову Он приехал В Рижское Динамо Начал Достаточно сурово Наводить порядок И вводить Чуть ли не трехразовые Тренировки И вот Он рассказывал Об этом периоде Что Один из чиновников Его Встретил Ну на улице Они так сказать Традиционно Поднятая шляпа Здравствуйте Виктор Васильевич Здравствуйте Виктор Васильевич Вот я слышал Вы даете Такие нагрузки Наши латвийские Люди Не привыкли Так работать Ну а Тихонов С прямотой Так сказать Московского Парня Самотеки Сказал Что А вы что хотите Чтобы выигрывать Не работая Вот Потом Через два года Они снова Встретились И этот же чиновник Уже Он стал Рьяным поклонником Команды Он уже сказал Да Виктор Васильевич Вы были правы Все в порядке Все хорошо Да Действительно Надо так работать В общем Оказывается Могут работать И в этой шляпе Да все могут работать Если хотят А вот Рижская Динамо Действительно Получила такую прививку Тогда Вот этой Работоспособностью Что потом На 22 года Хватило С 73-го По 95-й год Бессменно В высших дивизионах Хотят Внимание Выход И вот здесь Ирбе Вылетел из ворот И успел К шайбе Да Но он сделал это все Очень правильно И разумно То есть Оп Вот ему сейчас Попытались Проверить концентрацию Его внимания Ну это Опять тут От кого-то из наших игроков Из наших Я по инерции Называю А это Хокан Лоб Да 12-й номер Он взял так Все-таки Зацепил Соперника Но в рамках правил Судя потому Что остался на льду Насчет В рамках правил Или нет Просто Судья решил Что за это Карать не будет Вот и все А там Хоккей Это игра Которая дает Возможность Такого Трактования Что в рамках Что не в рамках Что иногда думал Что эти рамки Вообще попали В глубокую Нерезкость Ну да Но как по американской Поговорке Хороший Плохой Главное У кого Ружье Здесь Главное У кого Свисток Кто-то Определяет Правила У нас удаление По-прежнему Березана Пытаются Реализовать Рижские Динамовцы А наше Действительно Вот такое Длинное Отступление В историю Хоккея Связано С тем Что первый Период Проходит Безворот По существу И если Рижскому Динамо Это делает Честь То Калгари Вряд ли Ну вот И смотрите Что у нас Как раз Атака И Ирба Вот здесь Вот уже Крутится В воротах И все Да Первый Перевод Закончен Да Первый Перевод Закончен Артур Ирба Молодец А счет 0-0 Счет 0-0 Сейчас посмотрим Что Судья Матча А И показал Еще И За запрещенный Прием Что он Дает Две Минуты Но Сирена Ага Это был Отложенный Штраф И потом Прозвучала Сирена Смотрите Какой Толчок Спина Вот таким Образом Кто-то Из Канадцев Получил Штраф Уже После Толу Как Я думаю Что Не Канадец Я думаю Что Не Канадец Я думаю Что Акулинин Ага Сейчас Увидим План был Наверное По составу Сейчас Просто Посчитаем В начале Второго Переода Вот Артур Ирба Да И вот Я Наконец Заметил Сзади На свитерах Такая Наклеечка CCM Вот Значит Свитера Были Сшиты Специально Для Этой Серии Фирмы CCM Так что Вот Вам И Объяснение Откуда Взялись Фамилии И Почему Фамилии Нет И почему Некоторые Из них Написаны Неправильно Ну а Вот Этот Общий План Дает нам Объяснение Вы Были Правы Действительно Акулинин Был Удален Потому Что Динамовцы Играют Вчетвером И вот Теперь В большинстве У нас Калгари При счете 0-0 Напомним Да Вот Ситуация Такая Что Штраф Был дан И он Начался Именно С первой Секунды Второго Периода Его Отсчет Вот Когда Удаление В конце Там Первого Периода И он Дробленое Удаление Вот В общем Не так Страшно Как Две минуты Подряд Играть В меньшинстве Ну вот Сейчас Рижанам Приходится Играть Две минуты Подряд В меньшинстве Лук Маккинес Робертс Маккинес Ого-го И Ньюэндайк Пытался Уже На пятачке Там Побороться Но Не получилось Ну Заперли Крепко И Свисток Да Пять бросков Поворотом Быстренько Сделали Арканадцы И ничего Не получилось Ирби Молодец Надежно Играет Вот Хотя Он И Не Столь Высокого Роста Как Те же Третьяк И Лигаш Но Он Эффективен За Это Говорит Его Карьера Успешная Карьера В Национальной Хоккейной Лиге За Сан-Хосе Он Поиграл За Даллас За Ванкувер И И Не Только И Каролина У него Еще С 98 Года В Трудовой Книжке Если Конечно Есть Трудовые Книжки Вряд ли Наверное Да Вот Насчет Трудовых Книжек Я не Знаю Но Какие Там Пенсионные Фонды И Прочее Прочее Существуют Он Там Главное Чтобы Он Там Был Учтен Вот И С 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 Джо Малин Не смог Тоже Кстати Мы Забыли Вот Семерочку Джо Малин Очень Ярко Себя Проявил В финальных Матчах Против Монреаля В мае Это Вообще Его лучший Сезон Сейчас Проходит В Национальной Хоккейной Лиге 110 Очков А Всего У него В Корее 1063 Очка В Национальной Хоккейной Лиге Так что Хоккейст Бессловно Из Когорты Ух ты Ногой Рик Омсли Во втором Периоде Как-то игра У нас пошла По-другому Уже Вот это Затишье Закончилось То есть Калгари Видимо Джо Малин Нам как раз Показывают Калгари Получил от Тренеров Внушение Что пора Ребята Уже Рождество Закончить Праздновать Но пока Рижане Достойно Сопротивляются Много Названий Было У этой Команды И Даугава И Вагоностроитель И Пардаугава Динамо Рига А сейчас Потом она Стала Рига 2000 В общем Были планы Все-таки Как-то Вписаться В российский Хоккейный Чемпионат Но наверное Это сейчас Мало Реально Я бы Сказал Это Нереально Ух ты 24 Номер Джим Пеплински Ну и вот Контратака И скорость Это во втором Периоде Побыстрее Явно Чем в первом Внимание Калгари Снова В атаке Яшин Хороший Бросок Да Вот это Звено Выделяется В составе Рижан А вот сейчас Контратака Внимание 12-й Хокканлоуп И Ирба Что-то будет Такое Предвкушение Заброшенной Шайбы Уже так Повисает Над стадионом Настроение Главного Образа Изменилось Явно У хоккеистов В Калгари Продолжает Оставаться На льду Московская Тройка Она такая Московская Рижская Поскольку Все-таки Скосарев Сергей Там прибывает Гэри Сутер 20-й Тут уже Смена Произошла Да Шашов На льду А значит Рядом Должны быть Варянов И Олег Знарок О Да Сутер Отправили в ворота Да Вот Сутер Смотрите Так Серьезно Там Дурдин Да Он его Бросил Просто На Ворота Но Это Хоккей 15 С хвостиком Минут У нас Еще играть Во втором Периоде То есть Сейчас у нас 4 минуты И сколько-то Секунд И вот Смотрим Атаки Калгари Все опаснее И опаснее Так Вот Шайба В зоне Рижан Так Варянов Обрасывает Сейчас Знарок Пытался Пройти Отжимают Рижан От шайбы Достаточно Успешно Выявляется Преимущество Калгари Конечно Все более и более Заметным Атаку Рижан Не получается В основном Обороняться Приходится Ну и вот Как следствие Проброс Да Остановка Дана Мурзин И вот Уже Выбрасывание В зоне Рижан Дурдин Опа Вот это опасно Ну вот Чего мы и ждали Не в том плане Ждали Что это для нас Приятное событие А в том Что это Логично В общем-то С одной стороны Это логично С другой стороны Так Конечно Безобразно Играть нельзя Но из-за ворот И куда Через центр Когда Классика Все учебники Говорят Вдоль борта И дальше Еще проехаться Перед собственным Вратарем Ставить ему экран Но это уже Ребят Это могли бы сказать Пятая колонна Какая-то была Перри Березан Ассистентов Заброшенной шайбы Не имеет Хотя действительно Тут надо записывать В ассистента Рижанина Который Вот эту вот Странную Передачу Через центр Делал В никуда Ну что Калгари повел 1-0 И надо будет Рижанам Что-то придумывать Вместе со своим Наставником Для того Чтобы переломить Столь неблагоприятное Развитие событий Тридцать четвертый Джейми Макоун Сутер поторопился А вот Нам показывают Еще раз Да Фантастика Просто И между прочим Еще и потом Загородил Видимость Ирбы После этой передачи Еще и вылез Перед вратарем Кто это был Не видно Номеров К сожалению Не разглядеть Вы друзья Понимаете Что мы с вами Смотрим этот хоккей Примерно в равных условиях Перед таким же телевизором Я могу сказать Наверное Есть один человек Который бы точно Сказал Кто это был Это надо спросить Юрзинова Потому что Тренеры Отличаются тем Что они помнят Вот все Что было на льду Вот Все эти матчи Выигранные Проигранные Они все это помнят А вот спроси его В какой гостинице Вы жили Он ни за что не скажет Вот это все Они забывают Вот Томанс Да Илмар Томанс Хороший бросок Из-под защитника И здесь Уолмсле Пришлось поработать Чуть ли не первый раз Во втором периоде Итак Сутер снова Опа Два в один Повезло Ярби Хорошо сыграл Мне просто повезло Тут уже вратарь Сделал То что должен Сделать Хороший вратарь Это тот Который возьмет Все свои Шайбы Как они говорят И еще Несколько раз выручит Вот уже Ерзинов Так Пожестче Начал Общаться А результаты Рижского Динамо И ЦСКА Суммировались Вот был какой-то Общий зачет Серии Или это абсолютно Взаимонезависимые Поездки Были Выезжали то все Вместе Одним самолетом И то тогда По-моему Требовалось Вылетать Только аэрофлотом И запрещалось Нам летать Другими Авиакомпаниями Если Нужно было Брать Билет нам Если брали Условно говоря Билеты НХЛ Или там Канадцы То тогда Они нас С радостью Отправляли Аэр Кеннадо Или Какими-то Другими Авиакомпаниями А если мы брали То только Аэрофлот Это было Такое Жесткое Правило Олег Знарок Сейчас Щелкнул Поворотом Здесь Отто Борется С Дурдинем Канадцы Выигрывают И снова Получается Два в одного И вот уже Чуть ли не выход Один на один Плечо И Ирбе Стоет На пути Шайбы Выручает Артур Двойственное Отношение В России К этому Голкиперу Много он сделал Для сборной Советского Союза Ну конечно Это его Неосторожная Фраза В Петербурге Сказанная В 2000 году После матча Россия Латвия Давайте Не будем требовать Чтобы Хоккеисты Были Особенно Вратари Гигантами Мысли Нет Там Все произошло Ну там Сейчас будет Удаление В составе Калгари Как мне кажется А может быть и нет Сейчас посмотрим Там Вот это вот Взаимное падение Давайте смотреть 17-й Хардина Так Вот бросок Так Вот борьба На пятачке Так Отбиваем Ага Нет Удаление Это будет В составе Динамо Или нет Нет Никакого Удаления Не там Не там А толчок в спину Не засчитан Да Вспомним Да Действительно То же самое О чем мы говорили Да Ну то есть Можно так сказать Толчок в спину Был рассмотрен Как дружеское Похлопывание Джейми Макоум 34-й Ну вот опять Так Просто отдавать Шайбу на клюшку Сопернику Это безобразие Праведливости ради Скажем Что у этих-то Ребят Никакого опыта Вот таких Серьезных Международных Матчей не было В отличие от того же ЦСКА Который там В Канаду Ездил как к себе Домой Да и на чемпионаты Мира Эти игроки Ездили постоянно То здесь-то На пальцах Одной руки Можно пересчитать Игроков С большим Международным Опытом Поэтому коленочки Конечно дрожали Опа На пятачке Но там уже Уомсли прижмет Шайбу Которая неожиданно Выскочила ему Прямо под нос 11 минут Остается сыграть Во втором периоде Калгари по-прежнему Ведет 1-0 Да, во втором периоде Они лучше Следует это признать Совершенно откровенно Вот очередная атака Паттерсон Серия отскоков Ну и все Обошлось на этот раз А вот атаки Как они развиваются Белявский Довольно хаотичным Таких осознанных комбинаций В исполнении Рижан Пока что-то увидеть Не удается Но причина этому Нужен В общем-то Сформулировали Еще раз скажем Какой соперник Лучший клуб Энхайл Этого сезона Так, ну что Может быть сейчас Даже пытаясь Выделить Какое Сочетание Игроков Лучше Пока не знаю Не могу ничего сказать По этому поводу Все очень так Выглядит ровненько Ну вы знаете У меня такое впечатление Что и Калгари Немножко Вышли вперед Вот Забили гол И подуспокоились Эл Маккинис Керч кажется Двадцатый Нет, нет Двадцатый Это Виталий Так, немножко Помитинговал Обратил внимание У судьи Ничего сверхъестественного Опять-таки Вратарь должен Быть на месте Ньюиндайк Смотрю на биографию Ньюиндайков тоже Мальчик пока еще Первый сезон Так, сегодня Это уже не сегодня Вот показывает Что в тот день Проходили матчи В НХЛ И их результаты Да, кстати Если чемпионат Советского Союза Останавливался На это время То чемпионат НХЛ Не прекращался Ну, правильно Я же вам сказал Что у нас были Ёлки Вот и все Помните Был еще Анекдот Об актере Которого Приглашали В Голливуд Он спрашивает Когда съемки Ему говорят Ну вот В первых числах Января Говорят Ферц Ну там уже свисток Да Поскольку шейба металась По синей линии Туда и сюда И в конце концов Выметнулась 1-0 Впереди Калгари Вот такой Просто вброс шайбы В зону Здесь ее подбирают Режане И будет видимо Нет Проброса не будет Нет, не будет Ну тогда было правило Кто первым коснется Там в общем-то Что был проброс Не будет проброса Вот А тут ситуация Такая вот Они Калгари Почувствовали Что Могут они Придавить Режан И стали это делать Они вбрасывают Шайбу в зону И так Стремляются И не дают Поднять голову Вот смотрите На пятачке Там идет Битва Это Сложно Сложно разглядеть номера Правда Это Чудинов О Ну Началось Так Двадцать девятый Джоэл Это Джоэл Отто Против него Дмитрий Зиновьев Так А там еще и Положили на лед Этого самого Лени Макдональда Да А вот Чудинов Правильно Он сказал Что Он там Отто Сцепился И получил А вот Сейчас увидим А Ну вот Уже Начинается Здесь Творческая Дискуссия Вот он Ну уже Руками За плечи Сзади Жаркие Объятия И две минуты На остывание Итак В третий раз В этой встрече Динамо Рига Оказывается В меньшинстве Пока Калгари Ни разу Не забросил шайбу При игре В неравных составах Но Мы помним Что во втором периоде Это уже другой Калгари Действительно В первом периоде Они скорее просто Присматривались Что это за команда Такая приехала Я думаю Что они не очень Себе представляли Что это за Рига такая Но Теперь уже Распробовали Тут можно задать Такой вопрос А знали ли они Вообще Где находится Рига Да Это нисколько Не оскорбляет Ригу Да Я думаю Можно много городов Перечислить в разных странах Которые Не очень Понятны Американцам Да Но Я думаю Что мы тогда Знали Лучшие американские города Чем они знали Советские Конечно Вот А сейчас Может быть Все стали счастливыми Не знают Ни мы Ни они Вы знаете Я стоя в почте Когда услышал Фразу От приемщицы Той девушке Которая стояла Передо мной Она передала конверт И ее Эта приемщи Спросила А Стангольм Это где В Канаде Ну и все Вот пожалуйста Привет Министру Образования Конечно Ну что Благодушно Пока Калгари Транжирит Драгоценное время Своего численного Большинства Ага Ну вот Может быть Сейчас Кордина Сутер там На синей линии Была хорошая идея Набросить на дальнюю штангу И там Должен был Луб Подъехать Вот он там Барражирует И На добивание Подъезжает Нет Молодец Ирба Ирба был Хороший Вратарь Да Точка Точка Возвращаясь К тому разговору О 2000 Годе Нет Ну он вообще Парень С таким Нелегким Характером Там И Латвийская Федерация Хоккея От него Время от времени Постанывает Анатолий Семенов Московская Динамо Ну такая Средняя карьера В национальной Хоккейной Лиге Эдмонтон Тампа Ванкувер Анахайм Филадельфия Бостон Так много Клубов Насобирал Но я думаю Что золотые Олимпийские Медали 88 Года Для него Наверное Представляет Большую ценность Ага Вот смотрите Как обокрали Обокрали Мурзина Ну вот сейчас Мурзина Отправится За это Так Дана Мурзин За подножку Ну что он Просто клюшкой Дернул Заного Местный Уроженец Калгарь Вопросов Как говорится Нет Там даже Клюшка Уже с ногой Переплевась Как резиновая Да Вот теперь Терри Крисп Так Поглядывает И немножко Задумчив Нет Ну выслушай Обезон Зачем А кстати Я вот вспоминаю Крисп С Филадельфии Как Игорь Будучи в Филадельфии Играл Как игрок С ЦСКА В 76 Году Не помню Я не помню Тоже Так Ну а теперь Урежан Численное Преимущественное Что Надо хотя бы Войти в зону Пока они Во втором Периоде Делали это Не так часто Ну еще раз Еще раз Повторим Дебют Дебют Риги На международном Уровне Клубного Хоккея Вот сейчас Закрепились Может быть Да Чудинов На пятачке Это никого Кто же там Добавлять то будет В случае чего Вот это уже хорошо Зиновьев Освоился Вновь Зиновьев Варянов Так Есть уже На пятачке Человек Шашов Там Оставили шайбу В зоне Хорошо Зиновьев Белявский Где-то должен быть Нет Выбросили Ну неплохой Игровой отрезок Но хотелось бы Все-таки Видеть броски Поворотом Вот Вот хорошо Ну момент Есть Но вот она Керч Александр Керч После передач А вон там Белявский был И Чудинов Ну вот первая Такая Акцентированная Хорошая комбинация И сразу результат Никто не мешал Здесь И Все точно Один-один Ну там Было показано Сначала Что якобы Будет бросок Вместо броска Был Пас по центру И Керч Конечно Воспользовался Этим шансом Бросок Сделал Хороший Такой Зрячий Прицельный Ну так и надо Итак Один-один Под конец Второго Периода И вот Калгари Который начал Как мы отметили Благодушествовать После заброшенной Шайбы Что вроде как Все замечательно Получил шайбу В свои ворота И сейчас Придется им По новой Начинать Реализовывать Своё преимущество Которого в общем-то Уже и нет Последняя минута Ну и скажем Тем, кто не смотрел Наш предыдущий Репортаж О матче ЦСКА Что в этой серии Предусмотрены Пятиминутные Овертаймы При ничейном Исходе 60 минут Игрового времени Ну Об этом пока Еще говорить рано Поскольку Впереди у нас Третий период И еще Несколько минут Во втором Керч Как-то действительно Сдулся Калгари Вот буквально В 3-4 минуты Последние Ну Команда Потеряла Концентрацию А тренеры Потеряли Управление Командой Ну вот сейчас Что за атака Отечная Какая-то Атака Что мы будем Примущество Ага Москвичи О Да А там уже Семеновы Вместе с воротами Так сказать Сработали Московская Динамо Пыталась По-бобровски Забросить Так Скосарев Поднимает Семенова Да Сейчас Тут Поставят Ворота На магнит Ага Макиннис Пострадавший В этой ситуации Хотя пострадавший Семенов Пострадавший Семенов Право нарушить А Макиннис В общем-то Сделал Черное дело Так Смотрим Вон он Ну да Просто положил его А ведь Опасто выходил Прямо На Семенова Тут Ну Некому было добить Так Четверо на льду Два рижанина Два Канадца Ой Да Вот если бы сейчас Получил шайбу Вот-то Перед воротами Было бы кисло Ну и уже Контратака Ну и Семенов тоже Там не получил Шайбу перед воротами Так что Могу быть и там Не слаще Так что Давайте будем Говорить о том Что есть Сослагательное Наклонение Давайте употреблять Не будем Постараемся Постараемся Да Потому что Если бы Как известно Ой Не надо Наклонять голову Да Находясь Близости К воротам Вот заброшенная Эта шайба Динамовцам Явно Духу придала Духу придала Да Вот они уже так По-хозяйски Себе ведут В зоне Калгари В которой Появлялись От случая К случаю И вели себя Там довольно Робко А сейчас Все по-другому Что Все Второй период Окончен Почему так Дружно Все встали Со скамеек Нет Еще рано А стадион То между прочим Тоже переполнен Да Уже не будем Забывать Что на стадионе Вы видите Тут Новогодние Поздравления С Новым Годом Они их Правда Называют Сезонные Поздравления Сезон Гритингс Вот Но Это же Олимпийский Стадион Да Да Это тот самый Калгари Седлдом Вот Это Под формой Седла И Больше того Сколько По-моему 18 тысяч Зрителей Все пришли Прекрасно А что может быть лучше Когда у тебя Рождественские Каникулы И ты можешь Посмотреть Хороший хоккей Вот еще Кстати Один аргумент В защиту Динамовцев В Риге Стадион Прямо скажем Во сколько раз Меньше На котором Они привыкли Проводить Свои домашние матчи Поэтому Вот такой Визит Можно сказать В храм В Риге Был Стадион По-моему Его уже сейчас То ли снесли То ли еще Что-то В общем Там Балдерис же Активно Пытался Был момент Был момент Был момент Балдерис Будем честны Он прекрасный Хоккеист В прошлом Симпатичный человек Я с ним Всегда С удовольствием Встречаюсь И общаюсь И Могу сказать Что он достаточно Активен Но Назвать его Серьезным Таким Бизнесменом Я не могу Состояния У Балдериса Нет Да Что в общем-то печально Потому что человек Нет Одну секунду Секундочку Да действительно Ох как У нас 34 номер Джейми МакКоу Он просто там повязал Ну Выход один на один Не получился Потому что стоя Получал шею Рижанин Да Так что так с Балдерисом Нет Ну Не всем Удалось Стать Могучими Бизнесменами Так вот Период закончился Все Да Поэтому о бизнесменах Поговорим чуть позже А сейчас у нас Счет 1-1 Итак Счет 1-1 И начался Третий период Керчь Керчь опять Вылетал На ворота Ну правильно Заряженная сногу Это Хорошее качество Для хоккеиста Так Белявский 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 Акулинин Керчь Вот Тройка Нападения Рижан Которая Может быть Номинально А может быть И нет Считалось Первой Вот Акулинин 22-й Как раз У борта Там С Березаном Который Забросил Единственную Пока шайбу В составе Калгари Ой А без клюшки У нас Ирби Между прочим Клюшечка Лежит рядом И никто Пока А защитник Только оттолкнул Ее в сторону И смотрите Еще один Рижанин Теряет клюшку Смотрите В два с половиной Полевых И в пол Вратаря Играет Динамо Ладно В пол Вратаря Это уже Слишком Сказано А вот Если клюшка У Ирби Была сломана Тогда он Не имел Права Ее Брать Игра С сломанной Клюшкой Наказывается Двухменданным Штрафом Так И что там Происходит Ну Здесь Кто-то из Рижан Конечно Явно Сейчас уже Просто Выбросил Шайбу А вот Первый раз Мы видим Усы Ленни Макдональда Да С затойкой Видны Конечно Телеоператоры Не могли Упустить Такой кадр Поэтому эта камера Бы стояла Ровно столько Сколько нужно было Чтоб затылок Развернулся Ленни Макдональд Шесть лет За Торонто Колорадо Рокки С два сезона И восемь лет В Калгари Обладатель Кубка Стэнли Восемьдесят девятого Года И приятные Круглые цифры В пятьсот Заброшенных шайб В национальной Хоккейной лиге Ну что ж Человек Заслуживает Уважения Правда Должен сказать Что точно так же Как и Балдырис Ленни Макдональд Большого состояния Себе не сколотил Что лишний раз Подтверждает Что дело Не в политической системе И не в экономической системе А в том Кому что дано В этой жизни Да Каждый награжден Своим талантом Один Награжден талантом Быть бизнесменом Второго Судьба Ну а третьему На роду Написано Стоять в воротах Вот как сейчас Артур Ирби И отбивать шайбу Иржа Хардина 14-18-32 Очковая статистика То есть 32 очка В его первом дебютном Сезоне В национальной Хоккейной лиге Это не дебютный сезон Сейчас Это его как бы Архивная Нет Это его был В дебютном сезоне У него было так Но дело в том Что Он пришел тоже В НХЛ С формировавшимся Мастером И это В общем Хороший показатель Статистика Она хоть и врет Время от времени Вот Но она Дает интересную Пищу для размышлений Оказывается Что хоккеисты Которые приходят В НХЛ Недостаточно Подготовленными Слишком Рано И не имея Такого Игрового Опыта Уже не говоря О мастерстве Они Обречены На В общем Такое Существование Не на яркое Проявление себя А на Существование Так Здесь обречен На удаление Смирнов Александр Смирнов Из Воскресенского Химика На четвертой Минуте Отправляется На скамейку Самые Самые Сильные Макиннис Естественно Сутер Макиннис Пара защитников С хорошими бросками Макиннис На льду В третьем В третьем Периоде На сорок Пятой Минуте Вновь Рика В положении Отыгрывающейся Стороны Но сейчас Им будет тяжелее Потому что Времени Мало Нет Времени Это еще Вполне Времени Вполне Да Для одной Шайбы Конечно Его очень много Я хотел сказать Что его меньше И здесь уже Как бы Нервная система Более Реагирует На Недостаток Времени Да То есть Время Сопрощается По системе Шабреневой Кожи Конечно Это и есть Хоконлоу Хотя Вот действительно Тут мы В основном Разглядываем Затылок Но пожалуйста Нет Ненадолго Немножко Показали его В профиле На секунду Посмотрим Что рижане Противопоставят По прежнему Выделяется Своим Хорошим катанием И активностью Московское Сочетание Но вот и Белявский Акулинин Керчь В большинстве Тоже показали себя С хорошей стороны А Калгари Пытается развить Свой успех Я бы сказал Что выделяется Еще один игрок Артур Вербе Конечно Да Вот Такой игрой Себе Можно застолбить Место В Будущем В НХЛ Что Произошло Да До отъезда Ирба Это у нас Что Декабрь 88 Два года До его отъезда В Сан-Хосе Еще Да Он Поиграл И Сборная СССР Кстати говоря Вот сейчас Я так Поймал себя На той мысли Что наши Канадские Комментаторы Говорили Советские 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 А если бы Не было Советского Союза Не играли бы И Динамовцы И Воскресенцы За Рижская Динамо Конечно И вряд ли Рижская Динамо Играла бы С командами Национальной Хоккейной Лиги Опять таки Будем справедливыми Ух ты Браво Отто Браво Ну вот это вот Не надо было делать За это можно Получить Если защитники Знают Свою работу Но Отто был хорош Согласитесь Да Иван был хорош И Ирбе Был еще лучше Давайте посмотрим Ну вот уже Обыграны здесь Все Рижане Показывают нам Только заключительный момент Когда Отпустил шайбу Отто с крюка Ага Да Действительно Ирба вовремя Положил клюшку на лед Потому что там Ленни Макдональд Накатывался 14 минут Остается в третьем Периоде Да Времени конечно Полно Все еще только начинается Хотел сказать В заключительной 20 минутки Понял что этого Говорить нельзя В третий В третий Ну что Давненько Рижане не атаковали У нас Вот сейчас Ну нет 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 Долго стоял Неприкрытый Совершенно Ничем и никем Играл Рижан На пятачке Но не получил Вот Вот сейчас Шайба к нему пришла Но это Сохни не готов Три момента Подряд Да Это Александр Белявский Ну посмотрим все С самого начала С разворота Из подзащитника Дальнего Белявский Дело в том Что в те годы Я был дружен С актером Александром Белявским Известным Скажем Мастером Кинематографа Вот И в шутку Я ему все говорил Саш Вот Ты выбрал Актерскую карьеру А представляешь Был бы ты хоккеистом Вот У него комплекция В общем такая была Спортивная Но Хоккеистом он Никогда не был Но любил хоккей Кстати говоря Хоккей Среди актеров Могу сказать Кто еще Очень любил Это Марк Розовский И Владимир Голинский Да и любят Наверное до сих пор Вот этого я не знаю Как сейчас Но правда Очень многих изменилось Отношение к хоккею Конечно Это правда Не только у актеров Вот А у Розовского Даже была пьеса Под названием Раздевалка О хоккейной команде О поездке Нашей сборной В Канаду А основной материал Который Откуда он черпал Дело в том Что Розовский был Дружен С Александром Мальцевым Так вот Майерс решил Напомнить о себе И дал еще Две минуты штрафа За задержку А Джонни Виндайко Ну что ж Ну Виндайк Может и отдохнуть Он много нарабатывал 8 минут Сыграно 8 минут 6 секунд Так что Плавно Приближаемся К середине Третьего периода Вот Но уже В те годы После 10 минут В третьем периоде Сторонами не менялись И отметим Еще что У Омсли Не поменялся С Верненом Терри Криспус что надо же играть на выигрыш, а не на фигурное катание. Но все-таки что вот еще стоит отметить, кстати, сравнивая игру недельной давности, которую мы показывали ЦСКА и Баффало, в этой игре насколько ниже скорости. Действительно, там народ носился гораздо быстрее. А ведь там была последняя... Ох ты, Смирнов, в какой ситуации был. Так вот, там была последняя игра, уже уставшая, здесь первая. Но не скажешь, чтобы здесь бегали. А здесь может быть и акклиматизация, и плюс к тому еще и робость, и неизвестно, что и как пойдет. Вы знаете, это все такие сложные, такие нюансы. И психологического состояния, и физического. А в зоне-то не закрепиться никак. Опять шайба вылетела. Да, транжирят. Другой возможности может и не быть уже. Чудинов. Опять выпустил Юрзинов на лед москвичей. Именов Яшин, Чудинов, Шашов. Шашов с Варяновым и Олегом Знаруком проводил большую часть времени на льду. Ох ты, штанга и перекладина. Сергей Чудинов. Да, обидно. А было бы вкусно. Так, проброс. Крупный план Дмитрия Зиновьева. И крупный план Рика Омсли. Смотрим, да, Чудинов бросает. Крестовина. Точно в крестовину. Да, и она даже прокатилась немножко по перекладине. 9.35 до конца. Третьего периода при ничейном счете 2-2. И по-прежнему в большинстве рижская «Динамо». Ну вот, кроме момента, который имел Чудинов, больше создать ничего не удалось. Очень аккуратно играет Калгари. Томанис. Ну, здесь его наверняка в двери Робертс возьмет в оборот. Так оно и есть. Похоже, не используют «Динамовцы» свою возможность, если только не пятеро уже. Да, вот уже в пятером хозяева. Причудливую траекторию выбрала сейчас «Шайба». Ну и проброс именно с целью, конечно, здесь уже вот заиграть этот игровой отрезок и отдохнуть отстоявшей смещенстве. Восемь тридцать шесть. Именно оставшееся время нам показывают. И снова остановка. Вот еще я посмотрел на тридцать четвертый номер для Сергея Селянина. Воскресенский химик. А я посмотрел на результаты всяких суперсерий клубов НХЛ с клубами Европы. И вот обнаружил любопытный факт. Впервые клубы НХЛ играли с европейскими клубами аж в 1938 году. Состоялось такое турне в Европу. Детройт Ред Уинкс и Монреаль Канадиенс. Приехали в Европу. Результаты матчей не сохранились. Но известно, что НХЛовцы приходили смотреть собачьи бега. Там они побывали. Это значит в Англии они были. Да, это значит они были в Англии. Хорошая сейчас была атака. Режан могли что-то они сделать. Но вы знаете, это та самая ситуация, которая была с нашей сборной в 1972 году. Вот они приехали и боялись НХЛ. НХЛовцы в силу того, что были у себя дома, они, в общем, может быть, тоже испытывали кое-какие чувства. Но они немножко верили своим скаутам и они не боялись. Если бы наши хоккеисты не боялись тогда, вот не было такого чувства страх неизвестности, то тогда бы и результаты могли быть иными. А так они поначалу сами себя испугались. Точно так же и Режане. В общем, они побаиваются. И побаиваются, что как они могут играть против клуба НХЛ. А так ведь могут играть и неплохо. А дальше ситуация такая, что дальше наступает период самоуверенности и расплачиваешься за это. Что и произошло с рижанами, которые в третьей игре получили от Ванкувера 6-1. Так, это была первая игра. Да, это была первая игра. Потом Рига поехала в Эдмонтон. В достаточно равной борьбе уступила 1-2. Вот потом, как я уже сказал, в Ванкувере крепко их приложили. 6-1. А затем в Лос-Анджелесе первая победа Рижского Динамо 5-3. Потом поражение в Чикаго 1-4. Тяжелое поражение в Сент-Луисе 0-5. И заключительная игра с Миннесотой Нордстарс. Еще одна победа 2-1. Вот таковы результаты Рижского Динамо в этом их новогоднем турне. 2 победы, ничья и 4 поражения. Но могло быть и хуже, опять-таки, учитывая то, о чем вы говорили сейчас. И учитывая полное отсутствие международного опыта у этой команды. Конечно, вполне достойно, скажем так. Тем более, что мы вот говорили все, что в 88-м году Рижская Динамо серебряный призер. Так это было в мае 88-го года, а это уже декабрь. А в декабре это Рижская Динамо было уже совсем не серебряным призером. Шестое место в чемпионате 89-го года заняли Рижанем. А по итогам вот этого предварительного двухругового турнира и вообще седьмыми были. Ну, это достаточно стандартная ситуация для провинциальных. Необидное слово, скажем, команд. Тех команд, которые впервые добиваются серьезных успехов, в следующий год, как провел, всегда правы. Да, наступает спад эмоциональный, настрой, концентрация уже не та. И понять, что успех надо развивать и нужно работать гораздо больше, очень сложно. Потому что тут же у каждого находится столько друзей, что ни одна печень не выдержит. Ну, вот и юный Хехтс, Айнерс Хехтс, простили его грубые действия в первом периоде. Да и вообще игра практически, даже я вот пытался подобрать термин, чуть ли не бесконтактная. Я ведь не припомню, чтобы кого-нибудь к борту припечатали. Да, шесть минут остается до конца периода. Счет 2-2. Скажем так, почетный для Рижан и необидный для Калгари. Смотрите, как сейчас начинают играть в пас. Хорошая попытка комбинировать. Малкиннис там опять пытается. Малон. Игра в зоне Динамо, но игра-то у бортов. Вот первый бросок поворотом Ирбе. Первый в этой атаке. Не могу удержаться от комментариев, все-таки, что настоящий Калгари мы видели только вот в 5 минут второго периода первые. Когда действительно, как бы, команда вроде как очнулась от литургического сна и показала, чего она стоит в действительности. А сейчас как-то так снова. Все спокойно, тихо, без особого напряга. Ну, что вы на этом можете мне сказать? Я думаю, вы мне скажете, это дело Калгари. Как им играть? Нет, Олег, я должен с вами тут отчасти согласиться и не согласиться. Ни одна команда не может играть 60 минут одинаково. Вот вы сказали, что вот 5 минут, они показали, что такое настоящий Калгари. Ну, игра-то идет не 5 минут, а 60 минут. Ну, вот они 5 минут поиграли, парта вылетел, и что дальше? Так, пас рукой. Соглашусь. Поэтому настоящий и ненастоящий, а когда им забивали голы Белявский, скажем, Керчь, что был ненастоящий Калгари? Настоящий. Я просто, к тому же, 5 минут активной работы маловато. Кейс-60. Да, вот если команда может сыграть на высоких скоростях не 5 минут, а хотя бы 20, это будет лучше. А вообще, вот игрок выходит на лед в среднем сейчас где-то секунд 40 проводит на льду. Вот на предельной скорости, сколько секунд он в свой отрезок действует. Секунд 10, наверное. Вот правильно, абсолютно секунд 10. А остальное время он тоже так как бы прокатывается. Так и тут. Из 60 минут 5 минут нет, это, пожалуй, маловато. Они должны были бы хотя бы минут 20 хорошие игры показать. Видите, какая маленькая скамейка, бедняга Макдональдсу на краешке так притулился. Нет почетного места для капитана. Разгул демократии. Полный. Подходит к концу у нас потихонечку третий период, и вот, ну, похоже, что и тех, и других устраивает. Такая история, правда, это обрекает их на необходимость еще 5 минут поиграть на льду дворца в Калгари. Нет, если предоставится возможность забить, они... Конечно. Забьются при великим удовольствием, они будут радоваться точно так же, как и первому уголу, точно так же они радуются и последнему уголу. Даже при счете в 5-0. Конечно. Просто... Что-то такая возможность давненько не предоставлялась ни тем, ни другим. Калгари не назовешь пресытившимся победами, его главная победа это еще впереди. Говорить, что Рижская Динамо для них плохой раздражитель, неправильно, почему? Любая команда, приехавшая из Красной Империи, для них хороший раздражитель. А были мы тогда Империи из Лавинии? Да, конечно. Рейган сказал. Рейган, да-да-да. Но матч проходит в Канаде, а канадцы немножко по-другому относились и к Рейгану, и ко всей этой болтовни. Да, тем более, что это был период уже перестройки. Да, тут нас все уже любили. Ну. Да, атаки Рейган уже так до ворот-то практически не доходит, но не сказать, что и Калгари сильно беспокоит Ирбы. А вы знаете, я вот сейчас вспомнил ситуацию такую, сейчас появился новый термин такой, демократура. Да, так вот это в хоккейных командах бывает. Все могут говорить, а потом говорит капитан, и все затыкаются и понимают, что теперь они будут делать то, что сказал капитан. Но все поговорили. Демократия соблюдена, а дальше наступает такая четкая диктатура. Причем слово капитана порой бывает более таким весомым, чем слово тренера. Задача тренера – определить тактику и прочее. А вот Том Ватт, это второй тренер. Он переговаривается с кем-то, кто сидит на трибуне, ведь? Нет, не на трибуне, а наверху, там, где ложат прессу, там специально есть такой кабиночка для третьего тренера, который смотрит за игрой. Он видит геометрию игры из-под крыши. Вот это самое интересное, с моей точки зрения. И самая интересная была бы картинка, если бы ее нам давали. Но ее нам не дают. А вообще в Канаде было принято, что они ее записывали для себя и потом показывали тренеру. Что она была самой информативной. Потому что то, что сейчас мы видим, да, это приятно смотреть на игру, но это, конечно, не тактическая схема. Так что там Ирби улегся на… Нет, Ирби-то стоит. Ирби стоит, там кто-то из защитников. А вот такое впечатление, что здесь… Пытались сделать экран для Ирбы, чья-то перчатка выравится на льду. Нет, тут так ничего, поборолись. Яшин, Семенов. Похоже, вот как раз оттуда, от ложи прессы, последовала команда. Ребят, хватит валять дурака, быстро побежали и забили. Потому что Калгари встрепенулся, действительно. И сейчас очень серьезное предложенное испытание будет Рижановну. Вот и сразу же появляются возможности для контратак. Ну. Знарок вот сейчас вошел. Ну, что это? Его просто вот так положили на суде, уже забыл о том, что у него есть свисток. Да, вот абсолютно другой хоккей. Действительно, вспомнили и про скорости, и вот и динамовцы тут же достойно отвечают. Ну что, нет, 3-2, водитель, как раз скорости-то и нет. Пешком пришли в зону. 30 секунд до конца. Ну. Смотрите, какая действительно вспышка игровой активности. Не хочется, наверное, еще 5 минут играть. Ну, придется, похоже, потому что 14 секунд до конца, да. Овертайм неизбежен. Белявский даже не входит в зону, а просто вбрасывает шайбу. И сейчас мы будем смотреть дополнительную пятиминутку. Ну, кто смотрел, опять-таки, недельный наш репортаж, помнит, чем закончилось и как радовались хоккеисты Баффало заброшенные шайбы. Вот будет ли у кого-нибудь повод для такой же радости, мы обязательно узнаем не позже, чем через 5 минут. Вот снова затылок Вернона, Майка Вернона, основного вратаря Калгари, и первая возможность посмотреть на лицо Рика Омсли. Ирекрисп не так, чтобы перегружал советами своих подопечных. Нет, это такой классический НХЛ снести. Стоять, смотреть, но, может быть, иногда там подправить. Вроде бы игроки и сами должны знать. Ирбе тоже решил подкрепиться. На самом деле, это упаковка из-под такого тонизирующего напитка «Гейтеррейт». Некоторые игроки действительно пили «Гейтеррейт», и по сей день это признанный такой спортивный напиток. А было правило, что никакой другой бутылки нельзя. И поэтому туда наливали простую, обычную холодную воду. А не боялись, наши хоккеисты, в логове врага пить в таких зелёных бутылках? Нет, не боялись, не боялись. Это уже потом пошли эти самые подмешательные воду. Знаменитая история с баскетбольным ЦСКА в Греции намного запомнилась. Ну вот, эти пять минут, конечно, все будут бегать как угорелые, действительно, потому что здесь уже всё на лёд, все аргументы. Джон Мулан, так, Третьяк. Фу, Ирбе здорово сыграл. Сыграл как Третьяк. Да. Ой. Не прошла. Фас за спину дал, вместо того, чтобы дать пас на ход. Макеннес. Ой-ой-ой, вот Си... Молодец, Ирбе. Да. А, реальнейшая возможность была у Макеннеса, конечно. И как ему позволили защитнику выкатиться один на один. Но посмотрите, как правильно сыграл Ирбе. Он не стал выскакивать вперёд, не стал ничего. Он ждал, когда Макеннес подъедет к нему. Он подъехал, ну и всё. Изнарог. Ну, его так немножко за ногу дёрнули, но... Тут уже судья оставим на его совести. Он всегда прос. Отто. Сутер. Так. 20-й Сутер, 29-й Отто. Да, смотрите, коррежание. Керч. Оставил шайбу, хорошо сделал. На кого? Так, Керч. А его там держали. Молодец. Поспел отдать, несмотря на то, что его держали. Бросок. Ноги защитнику. Там Сутер. Белярский там крутится. Керч, Белярский и Сутер. Ну, это МакКриман. Так. Прижали шайбу. Молодцы, Рижане. Вот очень мне они понравились в эту минуту. Вот если бы они играли так весь матч, может быть, не пришлось бы и овертайм-то проводить. Появилась сразу и активность. Вот то, что не хватает скорости, это заметно. А настроение совсем другое. Ну, в общем, так это... Я бы сказал, что уже в тот момент, по-моему, фильм был, где Никурин пил. Самый жуткий час. Не боимся мы. А бриллиантовая рука? Да, вот наступил тот самый жуткий час. И они уже так, ничего не боясь, кинулись. Потому что основной результат ничья. Это уже почетно. Уже приятно Рижанам. Да. Вернувшись домой, можно сказать, мы сыграли в ничью в основное время с самым сильным клубом НХР. Выиграно вбрасывание. Шайба остается в зоне. Нет. И вот сейчас опасно. А справа никого нет почему-то на правом фланге. Москвичи появились в компании со Скосаревым. Уже Калгари атакует. Сейчас действительно уже так. Они по-хозяйски. Где шайба? Вот такой. Нет, шайба возле. Это видеообман. Она просто... Оказалось, что она летит в ворота. Нет. Яшин сейчас пытался уже полкоманды обыграть. Но пас через центр не проходит. Он и не должен проходить. Ну и что. Овертайм идет. А в общем, мне даже Рижани чуть больше нравится. Они пытаются сыграть комбинационно. Абсолютно согласен. Так, выбрасывание. Да, зрелищный хоккей пошел. Зрелищный. Не удержусь от повтора. Вот если бы все остальное время вот так же вот сразу появились возможности. Калгари прибавил. Мы помним, как Калгари прибавил в начале второго периода. И Динамо, как черепаха, втянула голову под панцирь. Так же они ушли в свою зону. А сейчас на каждую атаку Калгари находится ответ. Может быть, даже хозяева этого и не ждали. Всего две минуты до конца овертайма. Всего это, наверное, погорячился. Из пяти минут и две это чуть ли не половина. Нет, здесь держит Керч. Свист, но не удаляются такие нарушения в овертайме. Канадцам ли этого не знать. Удалять там могут, но не будут. Хотя я, в общем, там большого нарушения этого и не видел. Меньше двух минут остается. Робертс и Луб. Долго выбирал. Я хорош у Хаски, мне не менее, хорошо. А вот пошла контратака. Три-в-два. Ты слетела шайба с крюка у Хардина. Ну, слетела это уже не считается. Опять пытается такую... Устроить там толпучку с утолок и поворот. Свисток. Смотрим, какова его причина. Лежит на льду Рижанин. Майерс сейчас объяснит, что случилось. Что, удаление все-таки? Неужели на последнюю минуту овертайма удаление? Сейчас мы увидим, как это будет. Акулинин лежит. Акулинин. Керч. Так, Керч поехал на сторонейку. У Страхников. Так, за толчок в спину. Так. Там уже Герго тоже посидел на игроке. Я бы все-таки сказал, небольшой подарок для Калгари. Да, ну, пихнул. Ага, ну, вот раньше. Вот когда вот обхватил его руками, уже поднял Майерс. Ну что, 57 секунд у Калгари. Теперь уже Рижанам приходится мечтать о ничьей. Которая будет, прямо скажем, приятным результатом. А Калгари дан шанс. Какие любопытные свитера обслуживающего персонала. Почти «Спартак», только «Флеймс» написано. Так вот, советуется Фриск с Томом Ватсом. Вот он переговорил с верхней точкой. Что такое там происходит? Тайм-аут. Наверное, тайм-аут взял. А вот Юрий Зинов уже по кривике выиграл. Это уже тут. Еще один. Показывает момент прохода Макеннеса. Ну и вот, как Юрь бы отреагировал, как он спокойно выдержал такой выход Макеннеса. Ничего страшного. Ну вот, теперь уже публика заведена. Лапеш стоит по полной. Да, ну, что ж, прогнозы... Ай-яй-яй, Макеннес! Ну, мимо. Выбрасывай. Выбрасывай. Показывает. Говорится, молодец. Выбрасывать нужно, когда перейдешь в серию линию. Да, конечно. В красную линию. Потому что иначе тогда вернут к тебе в зону. Хотя, в общем, нет команды в меньшинстве. Чего-то я заговорился. Конечно. Ничего страшного. Смотрим, что здесь. Еще один опасный бросок поворотом. Смотрите сами на секунду. Они в правом нижнем углу экрана. И снова шайбу выводят Рижане из зоны. Ну что, четверть часа? Нет, минуту. Да, конечно. Четверть часа это перебор. Четверть часа зарапортовались. Но напряжение под конец подводит. Похоже, все-таки ничья. Трижды Рижане выбросили шайбу из зоны. И вполне заслуженно празднуют. Очень удачное начало своего заокеанского турне. И вот герой этого матча. Конечно, Артур Ирби. Тут слов нет. Но поздравим и Юрзинова. И на этом мы заканчиваем сегодняшний репортаж о матче суперсерии 88-89. Смотрите нас по-прежнему каждую неделю. А с вами были Всеволод Кокушкин и Олег Солов. Субтитры сделал DimaTorzok.